В торговый центр Лилия Васильевна отправилась после звонка от неизвестного. Сняв со счета 110 тысяч рублей, она поспешила к банкомату погасить кредит, который якобы по ее документам оформил родственник. Он сказал, что тетя моя, то есть я лежу в больнице, и вот она мне дала эту доверенность. Но этот мужчина, который представился мне Каширином, Владимир Геннадьевичем, я даже запомнила, он сказал, что мы знаем, что у вас нет никакого племянника, но мы считаем, что утечка ваших данных произошла из какого-то банка, которыми вы пользуетесь. Почти два с половиной часа он меня обрабатывал с той целью, чтобы я сходила в банк, сняла эти деньги, чтобы никто этого не видел, ни третьим лицам я не могла сказать это ни сыну, ни брату, никому знакомым, потому что они разрабатывают такую операцию, которая должна выявить вот этих мошенников. До завершения операции по переводу денег на указанный мошенникам счет оставалось лишь одно действие. Остановить пенсионерку смог посетитель торгового центра. Он мне диктует какие-то цифры, я это набираю, все. И вдруг меня кто-то вот так, и уже я открыт этот самый, куда деньги-то класть, у меня в руках эти 110 тысяч, вот в другой руке у меня телефон, по которому он мне диктует все это, а я тут, значит, все это делаю вот так с зажатыми руками. И вдруг парень мне вот так вот, женщина, нет, он меня бабушка назвал, бабушка, не делайте этого. Женщина отнеслась с подозрением к незнакомцу, ведь злоумышленник требовал от нее хранить в тайне детали так называемой спецоперации. Бабушка от меня убежала, соответственно, начала бегать. Ну не то, что бегать, она на расстояние ушла. Я говорю, ни в коем случае не вздумайте переводить деньги, сейчас очень много мошенников. Я говорю, давайте вызовем там полицию, как бы все это вместе расскажем. Если уж мне не доверяете, я говорю, будет полиция на месте, окажется, все вам расскажем, что сейчас, в данный момент, очень много мошеннических действий производят. На моей практике вживую это первый раз, я считаю там какие-то новости, вижу это постоянно, слышу, когда публикуют и пишут. А вживую первый раз это вот увидал, и как на моем примере, постарался как бы не пройти мимо, а помочь наоборот. Лилия Васильевна называет Эдуарда ангелом-хранителем. И теперь, оказавшись в роли жертвы, она делится собственным опытом общения с мошенниками. Граждане, милые, дорогие, увидите этот незнакомый номер, любой номер, который к вам поступает, не поднимайте трубку. Это самое главное в вашем положении, потому что если вы начнете только беседу, вы потом можете от них не избавиться. Они профессионалы, они работают как психологи, они работают как юристы, они обходят и обводят людей со всех сторон. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.